Добрый вечер, программа «После новостей» в студии Алексей Крешко. Наш гость сегодня – заместитель председателя правительства Красноярского края Юрий Анатольевич Лапшин. Добрый вечер. Добрый вечер. Говорить мы будем о событии, которое в эти дни должно опять, надеюсь, не потрясти красноярцев с точки зрения не помешать их жизни, но дай Бог принести какую-то пользу нашему краю. Речь идет о Красноярском экономическом форуме, который в этом году носит не очень, по-моему, счастливое число 13-й. Ну, в общем, поэтому мы предпочитаем говорить о кафе 2016-й. Понятно. Юрий Анатольевич, люди очень справедливо же интересуются. Бюджет тратит деньги. Первые форумы, которые начинал тогда губернатор Хлопонин, они были фактически инвестиционными. Их результаты, в принципе, сегодня можно увидеть. Это завершенное строительство Багучанской ГЭС, это теперь уже работающие, приносящиеся доход в бюджет в Анкорское месторождение, в конце концов, это и четвертый мост, и кардиоцентр, кстати, и много чего еще. Вот нынешний КЭФ, с этой точки зрения, чего нам от него все-таки ждать полезного? Вот не разговоров умных людей, а полезного? Ну, ждем и много полезного, конечно. Не знаю, наверное, всерьез можно говорить о междуфорумной работе, потому что то, что вы говорите о Ванкоре, это же не один раз состоявшееся событие, за которым ничего не следует. Целый год между 12-м и нынешним 13-м форумом мы посвятили тому, чтобы договориться с Роснефтью о сдвижке влево графика реализации других инвестиционных проектов. Для людей что означает сдвижка влево? Это значит перенесение сроков на год-два, на более ранние сроки ввода новых месторождений. То есть раньше наращивать мощности? Совершенно верно. Все знают, какая ситуация сейчас в экономике и в добыче углеводородов в частности, и все нефтяные компании практически переносят на более поздние сроки реализацию инвестиционных проектов. Мы договорились, что это произойдет в более ранние сроки, на год-два. Это даст и налоги, это даст рабочие места, это даст добавленную стоимость, валовый региональный продукт, и так далее. Вообще говоря, это даст главное работу. Совершенно верно. И такие процессы идут постоянно, практически со всеми крупными компаниями. Мы делали ревизию перед форумом, например, подписание соглашений с крупными компаниями, и оказалось, что на сегодняшний день мы можем лишь актуализировать эти договоренности, которые когда-то уже были закреплены соглашениями. У нас со всеми крупными компаниями соглашения подписаны, и это не просто рамочные какие-то вещи, это работающие соглашения, по которым идет постоянный диалог о сроках реализации инвестпроектов, об объемах инвестиций. Поможешь тогда уточнить конкретно? Например, известно, что именно на прошлом форуме был подписан договор с Русской Платиной о том, что один из объектов универсиада, конкретно Ледовый дворец на Правобережье, построит именно Платина, профинансирует полностью. А вот сейчас в каком состоянии? Только камень забит, или все же ведется какая-то работа? Сейчас далеко уже не только камень забит, забивается свайное поле. В ближайшие месяцы на основание, на фундамент компания уже выходит. Я думаю, что в те сроки, которые оговорены с соглашением, город получит Ледовый дворец с вместимостью на 7 тысяч мест. Большая арена? Это большая арена, это арена с большими планами, это арена, которая отдаст толчок к развитию микрорайона, это крупный и социальный в том числе и объект, и это такой резерв для проведения церемонии универсиада в том числе. Но вот вы говорите про установленные сроки, это какие вот, чтобы наши зрители тоже себе представляли, в какой срок требовать от вас и от Платины, чтобы дворец стоял, открыл двери и работал для людей? До конца 2017 года строительные пусконалазочные работы на этом объекте должны быть завершены, и в 2018 году, за год до универсиада, в этом объекте должны пройти тестовые соревнования. Будем вместе с вами следить. Аэропорт, тема инвестсоглашения, тема прихода компании, которая займется строительством нового терминала, была долгое время притчей о языцах, на прошлом форуме тоже вроде должны были быть поставлены точки над «и». как сейчас состоит ситуация? За время, прошедшее с прошлого форума, организована и проведена процедура приватизации контрольного пакета акций «Эрогрупп». Это компания, которая владеет аэропортом «Емельянова». Победителем открытой процедуры стала одна из структур базового элемента. Это специализированная компания, которая занимается аэропортовой деятельностью в Российской Федерации. И на сегодняшний день параллельно идут три процесса. Параллельно, собственно, по разработанному, прошедшему экспертизу, проекту идут строительные работы, забивка свай. Это видят все люди, которые приезжают в аэропорт. Обедные работники слышат это с утра до вечера. Я вот разговорился как-то, они говорят, это же кошмар, в голове все стучит. Согласен, Алексей Михайлович, но это, наверное, неизбежная часть строительства, которое мы весьма рассчитываем скоро закончится и пойдут менее шумные, что ли, процессы настройки. Второе направление, по которому идет движение, это обсуждается и даже проведет специальный конкурс вместе с СФУ, архитектурный конкурс на единую архитектурную концепцию аэропортового комплекса, имея в виду действующий терминал и терминал, который будет строиться. Кстати, действующий терминал, главный пассажирский терминал Емельянова – это 14 тысяч квадратных метров, а строящийся терминал – это 46 тысяч квадратных метров. Это фактически, с учетом действующего терминала, учетверение мощностей. Но люди-то надеются, что в результате это все станет комфортнее для них. Вы сейчас следите за тем, чтобы проект был действительно комфортным для тех, кто улетает и прилетает, а также ожидает, встречает людей? Именно поэтому обсуждалась не только единая архитектурная концепция, но и концепция логистическая с точки зрения стоянок транспорта, людских потоков, пассажирских, встречающих, провожающих, международные линии, внутренние линии. И эта концепция подробно обсуждалась у нас на самом высоком уровне, я имею в виду на уровне губернатора Красноярского края. И вот по всем этим направлениям движение идет, мы предполагаем, что вот эти подготовительно-согласовательные процедуры в ближайшие два месяца будут завершены и проект уже будет реализовываться в полном объеме, как положено, с завершением к 2018 году. Но есть еще одна очень важная тема, это продолжение строительства моста. Честно говоря, вот я отношусь к тем, кто с очень большой тревогой относился ко всем этим парадным разрезанием ленточек, потому что мы все понимаем, что в нынешнем виде это объект недостроенный. Без выхода на, в общем, нормальный выход прямого на левобережье смысла в этом мосту особо нет. И для нас, для всех, для горожан очень важно понимать, что продолжением хоть кто-то занимается. Потому что пока, честно сказать, проезжая мимо, все видят, что в общем ничего нет. Ну, пока первая очередь, а фактически это первая очередь строительства, это собственно четвертый мостовой переход, который выполнен кстати в кратчайшие сроки, вы это знаете, и существенной экономии денег государственного бюджета, пока он решил минимальные проблемы, потому что поток, который предполагался от центра отвезти, мы в центры выводим. Но это подчеркну лишь в первую очередь. Слишком масштабный проект для того, чтобы сразу реализовывать две очереди. Понимая важность и значимость не только для универсиада, а для города вообще, всей левобережной развязки, мы специально, правительство Красноярского края, подняли уровень этого проекта на уровень субъекта. Вы знаете, что специальный закон принят законодательным собранием Красноярского края, и теперь это статус краевого проекта. Идут до согласования моделей финансирования с Росавтодором, на прошлой неделе буквально прошло совещание, в котором я принимал участие. Я думаю, что эти процедуры мы торопимся, потому что в связи с универсиадой нам нужно не только процедуры завершить, нам нужно строительные работы завершить и ввести объект в эксплуатацию, все пусконалаточные работы завершить. Ведь времени так много осталось, но тоже очень надеюсь, что все конкурсные процедуры пройдут до начала строительного сезона и, собственно, непосредственно работы на площадке начнутся уже в начале строительного сезона в текущем году. Ну, это фактически проект Волочаевской, да? Совершенно верно. Как выйдет мост? Если не секрет, во сколько вы сейчас оцениваете стоимость вот этого второго этапа? Стоимость второго этапа оценивается в сумму примерно 70 с небольшим миллиардов рублей, но сюда входят и работы, связанные с отселением граждан из той зоны отчуждения, что ли, левобережной развязки и тех мест, по которым, собственно, проходит дорожное полотно. Сюда же входит и перенос коммуникаций, все необходимые процедуры, связанные с объектами культурного наследия археологически и, собственно, строительно-монтажной работой. Ну, раз уж вы про это сами затронули, должен все-таки спросить вас, поскольку все были ошарашены сообщением Федеральной счетной палаты о нарушениях при строительстве моста. И, кстати говоря, в частности упоминается, что город по дешевке выкупал землю, а продавал краю втридорога. Это подтверждает правительство края? И да, и нет. Был один эпизод, с которым мы разобрались, когда затраты города составили, непосредственно прямые затраты города составили 4 миллиона рублей на выкуп собственности и площадки, а край компенсировал городу бюджету, бюджет бюджету, я подчеркиваю. То есть деньги в этом смысле из бюджета не ушли, 8 миллионов рублей. Это был единственный случай, все остальные объекты компенсировались в равной степени, ровно столько, сколько было потрачено. А здесь почему произошло? Мы доразбираемся, предполагаем, что это была техническая ошибка, но то, что эти деньги носили целевой характер, ни на какие иные цели, кроме как на подготовку строительной площадки рассовываться не могли, это точно. Вот смотрите, мы с вами говорили о крупных проектах, аэропорт, арена Платинум, мост, но это конечно очень важно, но с другой стороны люди, которые следят все же за Краснодарским экономическим форумом, они говорят, ну в принципе это все хорошо, а собственно промышленность краевая, небольшие заводы, небольшие предприятия, малый и средний бизнес края, как он может увидеть себя на форуме, как он поймет, что это не разговоры московских гостей, которые в принципе они могли провести и в Москве у себя, и сейчас тем более, если раньше Краснодарский экономический начинал год и задавал какую-то повестку экономическую, то сегодня конечно этой функции уже нет, потому что есть Гайдаровский форум в Москве, где вся либеральная часть правительства в начале года пугает народу населения нашей страны, а потом вторая часть правительства пытается всех успокоить, что не пугайтесь, все не так тревожно, но вот если это убрать в сторону, а понять вот малый и средний бизнес, промышленность края, как она может увидеть свое место, какую пользу она может извлечь из Краснодарского экономического форума? Спасибо вам за этот вопрос, потому что впервые, пожалуй, за историю Краснодарского экономического форума мы в этом году предпринимаем попытку на площадку КЭФа вывести наши средние предприятия. Конечно, мы провели некий конкурсный отбор, отобрали 12 предприятий, которые либо уже работают с крупными компаниями, вертикально интегрированными в Край, и хотят расширять ассортимент и объем производимой продукции, причем это продукция с высокой добавленной стоимостью, как правило, высокотехнологичная, либо потенциально имеют продукцию, которая может и должна быть интересна крупным компаниям, ну, это импортозамещение в том числе. Такой пул из 12 компаний сформирован, кстати, одна из этих компаний строит сейчас с нуля в чистом поле в Ямельянском районе Краснодарского края машиностроительный завод. Что, что, вот еще раз? С нуля, в чистом поле, не на старой промышленной площадке строит машиностроительный завод, завод, который будет производить продукцию для добывающих... Смотрите, я извиняюсь, конечно, это не анекдот, не шутка, нет, я правда, потому что мы привыкли слышать, что вообще ничего не строится, все закрывается, а вы рассказываете такую сказку про Ямельяновский район, в котором строится новое с нуля машиностроительное предприятие. Ну, это не сказка, в этом можно будет убедиться, посетив экспозицию Краснодарского края на Краснодарском экономическом форуме. Там, во-первых, видеоматериалы, которые показывают непосредственно состройки, и макет завода, который возводится, и люди достаточно уверены, это машиностроители рассказывают о той продукции, в том числе высокотехнологичной продукции для большой энергетики, которую они собираются на этом заводе производить. Фактически у нас единственный завод в стране, это силовые машины, которые производят крупногабаритную, это продукция тяжелого машиностроения, для большой энергетики, вот этот завод будет производить аналогичную продукцию, и за счет логистики серьезно выигрывать в цене. И наша задача, а мы привлекаем на этот стенд, на эту экспозицию, практически руководители, всех крупных компаний, работающих в Край, и не только работающих в Край. Мы хотим, чтобы в заключении работы, в завершении работы этой экспозиции были согласованы какие-то дальнейшие действия, взаимодействия, и мы, правительство, и конкретно правительственная комиссия в промышленной политике собираемся сопровождать эти проекты, эти предприятия до следующего КЭФа, чтобы на следующем КЭФе подвести итоги. И если наша затея удастся, и это приведет к увеличению объемов выпусками продукции, к увеличению ассортимента, к появлению новых видов инновационной продукции, то мы будем считать на данном этапе свою задачу выполненной и будем увеличивать количество участников данного пула. У меня последний вопрос. 12 счастливчиков Вы уже отобрали, они станут известны буквально через день на открытии КЭФа. А если кто-то захочет попасть тоже в это число, что им нужно за этот год сделать к 14 КЭФу? Нужно представить свои разработки, перспективы потенциальных потребителей и почему именно их продукция на взгляд этих людей, этих предприятий может и должна быть интересна, в первую очередь, крупным отечественным компаниям. Спасибо большое. Напомню, гостем нашим был сегодня заместитель председателя правительства Красноярского края Юрий Анатольевич Лапшин. Мы говорили о том, какую практическую пользу экономика края может получить и получает, в частности, от Красноярского экономического форума. В завершении все же скажу про разговоры. Сегодня был первый день, когда на научной конференции в Сибирском федеральном университете, как части форума, началось обсуждение наконец-то долгожданного документа, который анонсировал губернатор края Виктор Толоконский, «Стратегия развития Красноярского края до 2030 года». Я вот там присутствовал, слушал мнения ученых, экспертов, которые говорили об образах будущего для нашего края. Не могу сказать, что меня все радует в услышанном, но сам факт, что сегодняшние руководители пытаются говорить не только о преодолении сегодняшнего кризиса, но и о том, как край будет жить завтра и послезавтра, мне кажется, это уже обнадеживающим. Потому что, знаете, мы сегодня пользуемся тем, что когда-то была кем-то придумана в виде мечты, в виде того самого образа будущего. Давайте мечтать, но при этом не забывать работать. До встречи в программе «После новостей». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова